так всем привет друзья очередное мое видео сегодня хочу поговорить вот увидел комментарии под видео вот это радует есть отдача есть просмотры маленькие поэтому это меня очень радует были вопросы такие по поводу поставок где закупаюсь как нашел поставщиков и все дела так поставщиков я нашелся на самого первого поставщика я нашел поставщика мороженого вот как это было покупал я оборудование для магазина холодильниками напомню и в магазине где покупал как раз привезли мороженое и я у этого поставщика мороженого взял номер телефона вот он не дал через него через этот номер телефона я нашел поставщика который работает по моему региону по моей местности где у меня магазин вот у них они разделяются каждый по своему объекту оказывается и вот с ним созвонился встретились заключили договора вот документы на ип копии нужны всегда копия паспорта обычно они спрашивают и н.н. но грн и все копии все даешь договора заключаешь и буквально через неделю привезли мне продукцию с мороженым а продукцию мороженого и холодильник соответственно бесплатно не предоставили вот мороженое предоставлять предоставили тоже договорился со стороны под реализацию на две недели вот и вот так вот второй второй у меня поставщик был пиво то же самое его нашел буквально около красно-белого газелька разгружала пиво подошел к водителю я говорю так и так он не дал номер торгового представителя с ним созвонились она мне дала другой номер торгового представителя который работает по моему объекту опять таки с ним созвонился встретились договор заключили и все при привезли мне холодильник и сразу же продукцию поставил выставил все также на две недели под реализацию вообще для предпринимателя очень важно иметь уметь договариваться вот как договоришься так и получится потому что все люди все как бы хотят допустим те же самые поставщики там допустим им тоже нужно свою продукцию как бы продавать поэтому как договариваешься с ними вот например колбасу я договорился вот пришли мне предлагать колбасу до хорошая колбаса открыла они недавно начали обыскать и поэтому их такие с ними договорился с такими условиями что если колбаса не пройдет там допустим не будет покупаться не будет покупаться и срок годности уже прошел колбасы то можно будет сделать им стопроцентный возврат этой колбасы и они деньги там допустим возвращает или же со следующей продукции там допустим не доплачиваю там энную сумму денег который там товар который не прошел и они забрали вот вот так вот это то бишь стопроцентный возврат то лишь можно заполнить полный холодильник колбасой и не переживать что у тебя сроки начнут поджимать колбаса не покупается срок годности проходит и ты не знаешь куда деть ту колбасу такого не будет моем случае я возвращаю эту колбасу обратно поставщику и они как бы мне возвращают за эту колбасу деньги но я плачу за ту колбасу которая только реализована получается опять-таки как договоришься поэтому надо уметь договариваться это одна из главных одна из главы главные черты должна быть предпринимателя как ты умеешь разговаривать с людьми договариваться и все остальное продукцию остальную всю продукцию я покупаю там допустим где дешевле магазины есть дешевые магазины очень допустим стерлитомаки там у меня там такие как находки там очень дешевые там подсолнечное масло там допустим всякие крупы каши вот на межрей базах там допустим всякие вот эти вот макароны не макароны гречка крупа горох рис все подряд кисель там допустим да все там берется подешевле ищешь где отдела подешевле соответственно может там тоже можно договариваться с ними говоришь вот я предприниматель я буду покупать столько у вас давайте мне скидочку пожалуйста и все сигареты там допустим то же самое где берешь говоришь сразу я для покупать для продажи там допустим не свой магазин и они уже делать другую скидку тебе не то что которая обычным покупателям соответственно то же самое больших супермаркет таких как лента открываешь ты открыл там допустим для предпринимателей карта их не называется лента про обычно же в этих обычным физическим лицам дается простая карта если ты юридическое лицо там как и по и тебе дается там лента про там 8 процентов скидка по моим но если там товар на 50000 что ли если набираешь месяц тут уже 10 процентов скидка идет соответственно там покупая обычно там хорошо дешевые вот тушки там допустим тушки кур там они всего лишь по по 98 рублей что ли но не больше 10 килограмм можно за развить за одну карту соответственно у нас у меня нет 2 2 карты вот и соответственно могу 20 килограмм сразу оттуда затоварится в мэтр там допустим бывают очень хорошие скидки иногда он там дорого но бывает иногда скидки там допустим на соки на шоколадки всякие сникерсы чупсики там всякие там иногда бывает по акции на какие-то позиции дни специальные что по скидкам нам допустим шоколадки шоколадки там порошки всякие шампуни гели для душа зубные пасты зубные щетки все там и покупают там очень приемлемые цены вот ну и все остальное все продукцию, вот на ржайбазе обычно я беру, там по дешевке, где ищу. Фрукты тоже самое там беру, с местными предпринимателями договорился, то же самое я говорю, у вас буду брать, скидочку будете хорошую делать, все, фрукты, овощи там тоже закупаюсь. И все, в принципе. Ищешь где дешевле, надо крутиться, вертеться, соответственно, чем больше, чем ты мобильнее, тем лучше. Начал понимать такую вещь, вот если ты сам на себя работаешь, вместо тебя это никто не сделает. То же самое продавец, сейчас продавцов у меня нет, кто будет вместо этих продавцов работать? Соответственно, я, там ни друг, ни брат, ни сват, ни жена, еще, ни еще кто-то. Ты сам должен, если ты решил заниматься этим бизнесом, сам брать все в свои руки и начинать делать. Не ждать от кого-то помощи никакой, надо брать и делать. Бывает очень много ситуаций, когда охота прям руки опускаются и начинаешь думать, а нафиг мне это надо. А с другой начинаешь думать, а кто кроме тебя? Ты, я сам выбрал этот путь, как бы, и должен идти по нему до конца. Бывают такие моменты, там, допустим, у меня сломалась машина, еще чуть-чуть, а у меня полная машина, там, допустим, товара. Я должен довести этот товар, а у меня машина сломалась, там, у меня машина не новая, там, допустим, 2002 года, там, а тут дороги по Башкирии вообще убиты, и в итоге сломалась машина, что делать? И ты в итоге на ходу там что-то придумываешь, делаешь, и выходишь из ситуации. Предприниматель – это тот человек, который должен выходить из любой ситуации и желательно с минимальными потерями. Вот. Поэтому дерзайте. Если у вас есть хватка, если вы умеете думать, и если вы умеете с людьми разговаривать и договариваться, то это, я думаю, ваше дело, потому что предприниматели думают немножко по-другому, чем большинство людей. Вот. Если ты думаешь немножко по-другому, значит, это твое. Вот. Ну, не думайте тоже, там, допустим, ага, у тебя есть 150-200 тысяч, и ты там спокойно открыл магазин, и все, у тебя все поперло. Нет. Вот, допустим, я до сих пор, ну, в карман ничего не ложится с этих двух магазинов. У меня все идет под реализацию, все идет в новую продукцию, как бы этот, пока еще кручу-кручу-кручу эти деньги. Вот. Поэтому полгода, как уже, восьмой месяц уже, как работаю, я все деньги эти туда. Ну, конечно, бывает, выщипываю оттуда иногда, вот это плохо, там, допустим, на ипотеку иногда не хватает, еще чего-нибудь, но без этого никак, конечно. Надо стараться не выщипывать эти деньги, а пускать в оборот. Вот. Уметь договариваться, соответственно, вот то же самое, там, допустим, бывает, пиво или мороженое на две недели привозят, а бывает такое, что у тебя денег нету отдавать, и ты приходишься договариваться, выкручиваться, говоришь, блин, вот не получается, пока у меня бывало такое, на две недели привезли мороженое, две недели проходит, звонит, я говорю, ну, так и так, блин, ну, не получается. Они тоже люди, эти поставщики, допустим, мороженого, да, он все прекрасно понимает, я недавно открылся, все, ну, говорит, давай, Ильяс, тогда этот, как сможешь, по возможности, скинешь деньги на карту, там, допустим, и все, я говорю, все хорошо, и все, и начинаешь вот так вот, с пивом то же самое, я в течение месяца, по-моему, не платил ему за это пиво, там, две недели, хотя давался срок, прекрасно, как бы, люди понимают, люди входят в положение, им тоже надо, как бы, свою продукцию продавать, и планы свои делать, там, допустим, и они там говорят, хорошо, ладно, ты не торопись, если у тебя нет денег, по возможности дашь, я там, другими, там, этими, магазинами, закрою это, а потом ты как бы, ну, люди прекрасно понимают, что ты недавно открылся, и как бы, тебе пока тяжеловато, поэтому, надо уметь договариваться со всеми, вот, разговаривать с покупателями вежливо, что еще, раскладку товара делать красиво, и все, самое главное, и верить только в себя, надеяться только на себя, ни на кого там, ни на родителей, ни на брата, ни на сестру, ни на жену, только на себя надеяться, или там, допустим, не на мужа, там, если женщина, если девушка решила заняться этим делом, да, допустим, только на себя надеяться, все самому контролировать надо, вот, чуть-чуть дал слабину этим продавцам, и в итоге, в обеднейшнее время, магазин был у меня закрытый, хотя она мне говорила, что да, да, я на рабочем месте, все дела, приехал как-то в обеднейшнее время, смотрю, магазин закрытый, обычно я приезжал, там, 4-5 часов товар привозил, ближе к вечеру, а в этот раз привез пораньше, и в итоге оказалось, что она обманывала, что магазин по часу был закрыт, это сколько клиентов, с какой убыток я нес, вот, ну, слава богу, там не крали, ничего, по ревизии все хорошо выходило, а вот именно то, что магазин не работал, это плохо, люди приходили, ага, этот магазин постоянно закрыт, зачем я туда буду ходить, там, допустим, вот, поэтому, такие вот дела, вот, с сегодняшнего дня, наверное, сегодня, ближе, к вечеру, приедет брат, установим сюда решетку, и, наверное, сегодня буду ночевать здесь в магазине, завтра подам в местную группу объявлений, что магазин начал работать по другому графику, 24 часа, вот, поставлю баннер, наверное, закажу, вот, постараюсь выбить еще один баннер, тут мне полуфабрикаты, сделал договор с ними, полуфабрикат, подавлекановский, получается, очень хороший, и, получается, можете с ними договориться, чтобы они баннер мне сделали свой, с рекламной, и как раз на стену здесь, чем больше реклама, тем лучше, вот, а на этот баннер свои собственные деньги, тоже тратить неохота, может быть, как-нибудь выбью от них баннер, бесплатно, соответственно, заказываю их продукцию, поэтому все, все реально, все реально, вот, дерзайте, пробуйте, следующее видео, не знаю, по комментариям почитаю, что интересно вам, пишите в комментариях, все буду рассказывать, какие затраты, наверное, тоже будет интересно, потом как-нибудь все запишу, вот, какая примерно выручка, там, допустим, еще что-нибудь, вот, все буду подробно рассказывать, подписывайтесь, смотрите, ставьте, отмечайте колокольчик, да, там, чтобы новое видео, когда загружается, чтобы вам уведомление приходило, вот, комментируйте, всем пока!